Здорово, ребятушки! С вами Оладушкини. Дело подходит к ночи. Скоро мы пойдем спать, поэтому, наверное, потихонечку буду передвигаться во вторую часть нашей карты. Все-таки будем сегодня не в тряпье, не в танцах. Да, а спать мы сегодня будем с вами по-человечески в той маленькой хибарке, которую нам сдали. Также... Тут в мусорке больше ничего не будет. Снова открыть. Запад гнилой еды. Я здесь, по-моему, с первой серии не копался. Ладно, закрыть крышку. До свидания. Что у нас по... Мы выполнили все, что было запланировано на понедельник. Узнайте позвонительность на следующий день, чтобы позвонить. Ага, это во вторник было. В среду. Татуировки жертвы. Спросите еще кого-нибудь. А можно о татуировках спросить? Ладно, хорошо. Найдите рабочее оружие, которое стреляет. Все, супер. Нам еще нужно поговорить с дальнобойщиками. У одного у нас триггер не сработанный, у другой та, которая женщина. А, они уже все ушли спать, так что к черту. Спросим про номер. Вряд ли нам скажут, правда. Взять рацию. Ты что-нибудь нашла, владельцы бронированных ботинок? Ой, по-прежнему ничего. Но, видимо, будем спрашивать завтра утром уже. Так что, ладно. Я надеялся, что сегодня что-то разрешится. В общем-то, получается, что за понедельник у нас выполнены все задания. За вторник у нас осталось буквально немножечко. Ну, потому что в прошлый раз их было просто огромное количество, и я начинал переживать. Мы только набираем и набираем задания, но ничего не выполняем. Но за последние две-три серии у нас разрешилось очень много чего. Кстати, у нас также есть триггер на силу, на грубую силу, по-моему, на складе там, да? У нас есть несколько хороших триггеров, которые нам нужно выполнить, и у нас два очка навыков есть. Два с половиной, что вообще классно. Это вот эта штука была... Нет, это с саранчой. Там видно саранчу внутри. Как удачно он сказал, еще вспомнить, где она была без саранчи-то. По-моему, та самая дальняя, которая возле... Да, по-моему, так и есть. Самая дальняя ловушка, которая находилась за церковью. Церковь мы еще даже не совались, а у нас там кучу всего можно сделать. Надо поговорить и с настройщицей, и с подростками, и со всяким таким. Ладно, дружище, я думаю, тут я без тебя уже справлюсь. Ладно. Пойдем мы с тобой вместе еще сходим к саранче, ну, к ловушке той. А вдруг, в самом деле, тебе интересно, чем это все закончится? Я не хочу без тебя туда идти. Вот. Потому что, кто тебя знает? А вдруг, в самом деле, тебе хочется узнать, что это с фазмидом? Я, честно говоря, до сих пор уверен, что никакого фазмида не существует. Что все это бред и выдумки, но после того, как мы узнали про строение мира в этой игре вчера... Ну, не вчера, для меня это было. Вчера я записывал прошлую серию. То я сейчас уже ни в чем не уверен. Маяк. Вот это... Нет, это ловушка тоже с саранчой. В пустую ловушку! Точно! Все. Коробка с саранчой утеряна. Саранча начинает потихоньку приходить в себя после транспортировки. Здесь им вряд ли предоставится шанс устроиться поудобней. Итак, дело сделано. Не пора ли вернуться к катастрофе, которую мы называем расследованием убийства? Не отвечайте. Прибавляет он. Вопрос риторический. Что нам теперь надо? Вы положили приманку в ловушку, теперь отправляйтесь в танцы и сообщите об этом Лене. Серьезно, до танцев сейчас идти? Может я утром до них схожу? Где там была эта дверь и... Какой там был триггер? Сейчас посмотрим. Туда ведь можно войти? Техника 3. Техника 3. Невозможно. 20. Что у меня есть на технику? Я теперь хочу все эти вещи... Так, техника 1. Эти перчатки что дают? Они техника 2 дают. Угу. Скорость реакции. Техника у нас желтая. Желтая обозначается, поэтому можно спокойненько особо не вчитываться, пока мы не увидим желтый цвет. Драма, драма, на Даме, Панама. Так, логика, восприятие. Это тоже желтая электро... А, эквилибристика тоже желтая. Техника самообладания, эквилибристика. Энциклопедия. Трепет. Драма, эмпатия, самообладание, стойкость, логика. Нет у нас ничего. Хорошо, тогда F5 и... Сейчас, еще раз. Я просто тупо убедиться. Техника. Окей. Отходим. Техника, техника, техника. Я уверен, что там что-то крутое. Вот. Она у нас вообще ни разу не вкачана. Хорошие бонусы, но... Принять. Процент поднялся или нет? Нет, не поднялся. Если я вкачу еще один... 8 из 20. Это довольно весомо. Три. Невозможно. 20. 20 техники. То есть, я думаю, процент у нас начнет повышаться хотя бы после 10, да? Я вас понял. F9. Пока я не буду эти два очка вкатывать в технику. Хотя нам нужно, чтобы техника в будущем хорошенько докатилась побольше. Посмотрим, как это все пойдет. Учтем, что здесь нам нужна техника. Фазмитов мы положили. Знаете просто, что я переживаю? Что сейчас мне скажут... Ну хорошо, пойди проверь ловушку на следующий день. Поэтому, наверное, давайте я сейчас не на запись сгоняю в танцы. Увидимся там. Она еще здесь. Хотя ее муж ушел. Я положил приманку. Так. Спасибо, Золотка. Она через силу улыбается. Морелу все еще нехорошей. Убедила его остаться у Гэри и отдохнуть. Она смотрит на свои руки. Боюсь, он все же перемерз. Остались только хардкорщики. А ну и к лучшему. Там в тростнике чертовски холодно. Вот так вот давайте. Прости, Золотка. Я столько тебя по ним гоняю. Но такая уж полевая работа. Дело, как говорится, молодых. Голос дрожит. В чем дело? Но кто тогда будет проверять ловушки? Морел когда-нибудь или... Морел когда-нибудь. Или может убедим Гэри туда вернуться? Лейтенант смотрит на твой ботинок. Весь в засохшей грязи. И молчит. Нет. Ладно. Я слишком уже далеко зашел, чтобы сейчас бросить. Поэтому черт с ним. Что-то мне подскажет, что снова я. Нет, говорит она. Теперь твердо. Не нужно себя утруждать. Хватит этих побегушек. Морел вполне справится. Или Гэри. У вас есть работа. Это... Я и так потратил много вашего времени. Будем честны. Никакой Гэри тебе с этим не поможет. Мы займемся. Это правда чересчур, Зайка. Спасибо большое за работу. Но я не вижу, что... Но я же вижу, что ты сам уже начинаешь кашлять. Очень странно. Почему она тебя не пускает? Будто сдалась. Что случилось? Вы сегодня странные? Что же вам не странного? Она смотрит на тебя снизу вверх. Поблескивая очками... Половинками. Очками-половинками. Очки-половинки? Да, прикольные. Только сейчас это заметил. Например, то, что она отвечает вопросом на вопрос. Обычно такое не... Она так не закрывается. Вы потеряли надежду. Давайте вот так вот. Я... Я сомневаюсь, Зайка. Вот и все. Все иногда сомневаются. Сомневаетесь в чем? Странное чувство. Она опускает взгляд, закусывает нижнюю губу. Я бы... Я никому об этом не говорила, но... Вы, в конце концов, полицейские. Вы никогда не задумывались, что есть ли какая-то из ваших детских историй, именно что история или сон, не больше? Хе-хе. Я знал. Она сутулилась и стала еще меньше. Грустный ребенок. Встреча с островолистским фазмидом это просто история. Я всем ее рассказывал, не задумываясь всерьез, правда ли это случилось. Но мы рассказали, что вы видели, вы сами сказали. Морелл так этим гордится, всем постоянно рассказывает. То есть вы все это выдумали? Но вы, кажется, и правду верите, что видели. Разве это ничего не значит? То есть вы не видели фазмида? То есть вы это выдумали? Нет. Вернее, не думаю. Но Морелл так хотел верить, что моя история доказательства существования фазмида. Что я царица криптозоологов. Что и долгие годы его вера заставляла верить и меня. Но теперь мы оба стареем. А он по-прежнему гнет спину в тростнике в поисках фазмида. Она качает головой, по-прежнему избегая встречаться с тобой глазами. Ну вдруг я просто ошиблась. Мне кажется, так и есть. Тебе надо открывать блокнот, но ничего не записывать. Внушение. 58% кстати. Он прячется. Ему сложно, когда речь перестает идти о насилии и обмане. И заходит о любви. Начало скажи ей, что ее брак не фальшивка. Внушение 3. Черт, знал бы я, бы лучше внушение что-нибудь кинул бы. Пожалуйста, сработай. Да! Желудь, не дерево. Чтобы он вырос, нужно время, терпение и забота. И... Да, вам не нужно... Так, ошиблись вы или нет, только ваше... Ну-ка, внушение. И всех этих качеств им не занимать. Ошиблись или нет, только ваше отношение с моралом... Это не профазмида. Это правда. Именно, именно что про фазмида. Мы годами вместе его искали. Что мы без него? Просто жалкая пара стариков. Ну... Вообще отвратительно. Я же говорю, мне... Вот... Мое высказывание было о том, что она выдумала фазмида, чтобы поддержать мужа. Потом я сказал, что это не так, потому что она типа фазмида видела в детстве. Но в конце концов, все равно все сходится именно к этому же. Не столкни я его на эту дорожку. Был бы он уважаемым лектором в университете. Знаешь, это напоминает тебе о перекарнатской теории любви. Суть в том, что любовь это способ вырваться из смерти. Поколение за поколением мы сохраняем любовь в потомстве. Выдарь по ничем не будь из-за этого. Не чувствую себя отвратительно, но когда думаем про вас с моралом, все нормально. Это... Это же чего-то... Знаете, перекарнатцы утверждали, что ключ к бессмертию в любви. Ах, зайка. Не думаю, что перекарнатцы имели в виду людей в моем положении. Она смотрит на ноги. Я стал инвалидом до нашей встречи и до первого свидания. Он не знал. Не буду я царицей крипто... Не знал. Не буду я царицей криптозоологов. Не расскажу ему эту историю. Не буду я. Не расскажи я ему эту историю. Чтобы расслабить горло, ей приходится латывать. Из-за этого трудно говорить. Фига, любовь сложная. Он все равно в вас любился. Это не так работает. Быть может, но почему же я тогда не хожу... Не нахожу в себе смелость. Я могу рассказать, она вздыхается. А, она вздыхает. Я достаточно уже вашего времени потерял на свою мелодраму. Лучше прекратите. А то расплачусь и потрачу еще больше времени. Но пойми. Пожалуйста. Скорее всего, астралийска фазмид не существует. Оставь погоню за ветром нам, дуракам. В твоей жизни есть миллион дел получше. Ой, или некоторые из этих других дел чудовищных. Эх, черт. Я верю, что вы видели фазмида. Но вы ведь не можете быть уверены в том, что выдумали его. Ну, допустим. Это ложные воспоминания. Это же не значит, что не существует никаких криптидов. Просто ловите другого. Вы во всем правы. Мне пора возвращаться к работе. Да, мне пора. У бедного морала температура. Его надо отвезти домой в джемрак, пока мы не надоели Гарри окончательно. Вам не нужно помочь добраться до Гарри? Что вы, что вы. Спасибо. Ну, туда я доберусь сама. Это раритет работает на бензине. Коляска, что ли? А. Постукивает по креслу. А потом такси домой. Все в порядке. Берегите себя. Всего доброго. Мрачноват этот мир. Спасибо, что привнесли в него немного света. Задание выполнено, кстати. Была рада зайка. Она щелкает тумблером и мотор-кресло с урчанием заводится. Рада, что моя история тебе помогла, хоть и оказалось... Фраза обрывается. Тратой времени. Ложью. Наивной надеждой беззвучно произносит ее губы. И она уезжает... Бензиновый двигатель. Тихо пофыркивает. Она добирается до двери. Распахивает снаружи. Распахивает. Снаружи свистит холодный прибрежный ветер. Нам тоже пора. Да. Это задание четверга. А, это мы его выполнили в четверг. Получен... А, получен тоже в четверг. Потому что оно обновилось сегодня, да. Предложите Долорес Деи. Погодите, а кто у нас Долорес Деи? Очень любила фигурки. Она заслуживает большего... Однажды встретите лично. Вы должны будете отдать ей все, что есть. Довольно остальное. Погодите. А, это церковь. Ладно. Это мы еще смотрим. Оружие, татуировка, ботинки. Возьмите ответственность. Это нам нужно через церковь... Расспросить колосье об убитом. Колосье сказал, что не можете сейчас о нем говорить. Вам нужны конкретные данные. Рост телосложения. Вот, точно. Триггер был на другое. Черт. Я не на то нажал. Или когда она придет в себя, имеется ввиду на следующий день. Расспросить ее... Да, у нас три поинта есть. Кстати, можно с тремя поинтами попробовать. Но я считаю, что нам нужно технику до... Ой, не то. До десяти докачать. Тогда у нас появится... То есть там 20. У нас триггер на 20. Попробовать на 10 ломануть. Ну, посмотрим. Мне почему-то эта дверь кажется очень важной. Ты еще здесь вообще-то, нет? Клаосье. Ее тут уже нет. Ну, все. Все. Значит, точно пора спать. Потому что уже слишком поздно. Уже все уходят. Все расходятся. И нам пора. А мы еще, наверное, попробуем с морячкой поговорить. Я не помню, чем у нас в прошлый раз. Это все закончилось. Я помню, что там с ней какой-то триггер, чтобы ее пригласить. У нас сейчас достаточно поинтов. Можно рискнуть. Правда, я пока не уверен, чем это все закончится для нас. Но, ладно. Давайте я на паузе туда добегу. Распрощаюсь с Кимом. И потом мы с вами вернемся к записи. Посмотрим, захочет ли нам что-то сказать перед сном. Спокойной ночи, Ким. Спокойной ночи, офицер. Стретимся утром возле хижины. Войти в хижину. Ну что ж, мыльно-рыльные принадлежности. Мы с вами уже мылись, купались, одевались. Музыка внутри этой хижины немножечко напоминает музыку из менюшки второй мафии. Кто играл. Да, в принципе, у нас есть прохождение на канале. Правда, я не помню, если там менюшку захватывал хоть раз. На запись. Но все же. Да, рыбачка у нас все еще здесь. Давайте посмотрим, какой там триггер и на что он реагирует. Что... Почему я так за ним... Что у тебя за отношения с волнами? Что за отношения у рыбака могут быть с волнами? Она склоняет голову на бок и смотрит на море. Нам нужно выходить туда к ним, рыбачить, зарабатывать на жизнь. Поэтому я прошу их посодействовать. Внушение. Внушение 15. Что у нас есть на внушение? Давайте посмотрим быстренько. Внушение фиолетовое вроде как. Авторитет. Сила. Внутренняя империя. Полицейская волна. Бонус от предмета. Эмпатия. Погодите, ребят. На внушение у нас только военно-морское пальто. Дает плюс 1. У нас триггер от этого изменился на 8. Да, отлично. Так. Больше никого не ищу. Увидимся. Хорошо. Внушение у нас довольно быстро сдвигается. Давайте вот что сделаем. И в 5. Посмотрим, какой шаг у него сейчас будет у внушения. Мы можем еще 2 качнуть. Если мы качнем одно. Насколько оно? 17. На самом деле. Ну ладно. Внушение, я думаю, нам еще понадобится. Поэтому. А, блин, я не это хотел. Увидимся. Давайте я во внушение еще один кину. Как раз качнем его на максимум. Принять. 28. 28. Это уже то, чем можно работать. Ей нужно пойти на саданец еще одним алкашом. Срочно. А, черт с ним. Давайте. У меня было 3 поинта. Два из них я сейчас закинул на внушение. У нас 1 поинт и пустой левел. Но я надеюсь, что мы это как-то исправим. Ох, черт. Неудача. Ладно, я понял. Сработало. Раз 7 или 8 крутил эту проверку. Но наконец-то сработало. Посмотрим, как это все пойдет. Правда, думаю, что ей этого не хватает после как ее муж утонул. Но что же тогда делать? А если я скажу тебе, что ходить на свидание можно трезвым? Там на тебя стоим нормально. Что-то крайней степени экспериментальное и потенциально опасное. Слушаю тебя. В доисторические времена мужчины и женщины могли вместе делать какие-то простые, очень примитивные вещи, будучи трезвыми. Признай очевидное. И не замахивайся на что-то сложное. Но мы уже трезвые. У нас есть уже этот бонус. Не знаю, заметил ли ты, но я алкаш, поэтому я обычно всех прошу выпить со мной. Я заметила, но я не особо... Она нерешительно замолкает. Ты просто хочешь прогуляться. Каким нужно быть чудовищем, чтобы отказаться от прогулки? Это невинное занятие. Но на этот раз изобразить барабанную дробь... Я хотел бы пригласить тебя на прогулку. Просто прогулку? Она изображает крайнюю степень удивления. Ну, не знаю, офицер. Вы не похожи на невинного любителя пройтись. Именно такой. Поэтому обязательно нужно соглашаться. Это значит, да? Прогулка состоится? Пожалуйста, пожалуйста. Поднимься. Это именно так. Давай так. Она задумчиво рассматривает твою массивную фигуру. И куда эта прогулка заведет нас, офицер? Обойдись без гнусных странных и потусторонних заявлений. Пусть теперь... Пусть все будет легко и незамысловато. Я нашел пляж, с которого открывается неплохой вид. Край земли. Ладно, я прогуляюсь с тобой. Она поднимает палец. Но ты должен понимать, что ничего не будет. Мы просто погуляем. Просто старомодная прогулка. Мне нравится. Мне тоже. Неожиданно проникновенно произносит она. Я уже сто лет не разговаривал нормально с вашим братом. Типа с мужчинами. Она имеет в виду... Ну да, имеет в виду мужчин. Ладно. Пойду уложу детей спать. Встретимся на краю земли через 15 минут. Она не ждет ответа. Тебе лучше подготовиться. Как подготовиться? Игра. Встретится ли я на краю земли? Она не будет ждать там вечно. Я вас понял. Я вас еще и как понял. Но только я не знаю, какие триггеры на этот раз там будут. Любовь такая штука опасна. На краю земли это нам... Туда, к маяку, я так понимаю, да? Она не будет ждать там вечно. Это я тоже понял. Давненько я пытался этот триггер дернуть. Хорошо, что сейчас получилось. Я пока не знаю, к чему это приведет, но... Ну хорошо. Да, она здесь. Итак, посмотрим, что от нас хотят. Я сохранился. Женщина неотрывно смотрит на волны внезапной поры ветра, теребит ее темные волосы, спутывая и отпуская. Она отбрасывает упавшие в глаза пряди и лишь затем замечает тебя. А, вот и ты. Уже поздно. Солнце садится, скоро стемнеет. Если задержаться, тут еще немного к нам присоединятся пьянчуги и дети. Ты, кстати, не первый приводишь даму на край света. Его тут называют местом для обжиманий. Но хочу сразу пояснить, зайка. Обжиманий у нас сегодня не будет. Она снова поворачивается к морю. На другом берегу ржавой воды Дельта. Финансовый район. Его высотки выступают сквозь туман, словно упрекая в нищете здешнее побережье. Ты будто удивлен, что я таки пришел. Она усмехается. Пьяницы редко соблюдают договоренности. Вообще-то я довольно хорош в планировании времени. Рок-звезда всегда... Заставил ждать! Я сразу же сюда прибежал! Ты что? Я бы ни за что на сети не упустил свой шанс. Может быть, я просто слишком поздно ее пригласил. Давайте вот так вот. Вот уж прям ни за что смеется она. Любит мужчины разбрасываться пафосными словами, будто в них есть смысл. Давай просто полюбуемся прекрасной картиной, что открыл нам сегодня мир. Она кивает тебе в глазах ее озорной блеск. Она поворачивается к отраженному в волнах солнцу и к небоскребам. Что за звук? Возвышающимися по ту сторону бухты. Ты невольно следуешь за ее пристальным взглядом. Нужно что-то сказать. Мне проясняется, чувства обестряются, и ты вдруг видишь все. Не только стеклянные небоскребы, столь хрупкие на вид и мерцающие в воздухе, не только впадающие в бухту реку Эсперанс. Раз не удивительно, вдруг прерывает она молчание, что столь всемогущая штука солнце. К нам так щедро. Кстати, рыбу ловить лучше всего на закате, когда вода теплая. Солнце освещает и прибрежный квартирный дом, и разваленные времен войны. Только старинная морская крепость торчит мрачным силуэтом, над которым будто невластные озаряющие все остальные лучи. Это зрелище выдергивает тебя из грез. Солнце это не всегда хорошо. Подумай о тех, кто живет в пустынях со скудной растительностью и дефицитом питьевой воды. Ты поэтому называл свое судно солнцу? Отчасти из гордости, отчасти из суеверия. Отчасти ради концептуального единства. Желтый цвет, все такое. Жители пустыни вряд ли в восторге от избытка солнечного света. Ну это уже занудство, улыбается она. Но признаю, жители пустынь могут со мной не согласиться. Просто полюбуемся. В соленом воздухе носятся крики чаек и поморников. В хрустком... 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 фига себе. В песке поблескивают останки зеленого бутылочного стекла. Но снова и снова твой взгляд возвращается к всполохам света и их повсеместному великолепию. Солнце приносит весну, лето. Что бы мы ни делали, кем бы мы ни были. А оно всегда на нашей стороне. Безо всякой на то причины никто власть имущий так не поступает. Ни правительство, ни другие могущественные организации. Как же так? Солнце... Не то чтобы... Это у меня есть объяснение политическое, понимаешь? Должно же хоть... Должно же быть хоть что-то на нашей стороне. Если сказать, что все люди предатели. Это... Это... Отсвечивает наше прошлое грустное, но... На свидании такое говорится. Но должно же быть хоть что-то на нашей стороне. Она кивает. Пожалуй, не будь оно за нас. И нас самих бы тут не было. Сказать что-нибудь о солнце. Пожалуйста, с работы. Спасибо. Две красивые завершающие реплики. Да, мощная термоядерная реакция, которой уже 5 миллиардов лет. Воистину, солнце это божество. У солнца лишь один недостаток. Оно светит не только нам, но и нашим врагам. Давайте вот так вот. Кивает она. Притом милостивая. Когда за тебя в последний раз кто-то... Когда за тебя в последний раз был кто-то подобный. Когда моя любовь была за мной. Может, лет в 20. Что ж, теперь за тобой присматривает эта громада. Так что... Черц не с юностью улыбается она, понимаешь? Ветер скоро усилится. Да и мне пора идти. Но она стоит меч из ножен. Лезвие сияет и в сгущающемся мраке. Она дает его тебе. Возьми. Солнце штука хорошая, но его никуда не воткнешь. Мне он больше ни к чему. Может, как-нибудь повторим? Она грустно улыбается. Сомневаюсь. Ну, спасибо за компанию. Больше тебе с ней ничего не светит. Для этого потребовалось бы не пить как минимум год. Понимаю. Спасибо, что согласилась погулять со мной. Прощай. Кивая тебе его, поворачивается, готовый уйти. Обернись. Обернись. Нет. Инструмент. Стандартная 115-мм сабля. Чтобы клинок этой серии, серийной сабли затупился с годами, уже никто не поранит и не проткнет. Но она все еще вызывает уважение. Когда держишь ее на... Ее забекелитую рукоятку, то исполняешься чувством предназначения и памятью о прошлом. Ха. Очень интересно. Ну, что ж, это было свидание. Да, нам немножко навыков прилетело. Ну, мы потратили два поинта, но на самом деле тут дело не в поинтах. Дело в том, что это нужно было сделать. Дело в том, что это просто нужно было сделать. Пожалуй, я немножечко жалею, что я не спросил у нее о большем. Но мне показалось, что я смогу потом просто проворонить этот триггер с солнцем, и было бы не очень хорошо. Так, это у нас полицейская волна трепет. Полицейская волна визуальный анализ. Давайте поменяем обратно. Как-нибудь повторим? Вряд ли. Ха-ха-ха. Да. Для этого нужно было бы не пить хотя бы год. Возможно, я к ней вернусь через год. Кто его знает? Это было хорошее начало, так скажем. Это было хорошее начало. Войти в хижину. Все пойдем спать. Уже все пошли спать, и мы тоже пойдем сейчас. За этот день мы сделали очень много чего хорошего. Зеркало. Оставить зеркало в покое. Ну все тогда. Отправиться. В сонную страну. Кровь мягкая. Хоть кое-где и попадаются бугры. Морские волны омывают песок к улочуги. И шум становится все дальше и дальше. И под тихое гудение топливного обогревателя ты засыпаешь. Сон вытягивает тебя из мира на свой темный берег, как ловко брошенный невод, оплетая тебя и зарываясь в мозг. Его грубые ячейки оставляют ссадины. Ха, сейчас меня настигнет расслабон. Ага. Знаю я, что это. Ну что у тебя сегодня новенького? Удалось кому-нибудь помочь? Спасти? Убить? Эта сволочь тебя даже не слышит. Ты ведь знаешь ли, убийца, маньяк, что кончает своих бедных жертв подарить индийска, а потом забывает про них. Кого я убил? Не плевать, я не боюсь. Слыхал? А ты, он наивный, мой духовный брат, полагал, что он в ужасе от крови на своих руках. О, нет, я вижу это менталевидное тело. Я вижу его гиппокамп, то, чего он в самом деле боится. Намного, намного хуже. Что же это? Не говори ему, сестрица, он слишком... Оно слишком... Чёрт. Ааа, у меня только что в голове всё сошлось. Вот сейчас, пожалуй, после того момента, когда я осознал, что... Ааа, утопил свою Кенэму. Это был жуткий момент в геймплее. И сейчас у меня произошёл такой же второй момент осознания, и он такой же жуткий. Я понял, что произошло. Они в своём праве, это их роль, беречь тебя от него. Зачем вы это делаете? Я просто хочу спать, почти вижу тьму. Мы хотим тебе помочь. Все эти процессы, эти мухи, голоса и лихорадка способны отвлечь сигнальные ракеты, контрмеры, попытки удержать тебя от последнего сна худшего. Последний сон? Последний сон станет ядерным апокалипсисом. Такой фюзеляж... Твой фюзеляж рассыплется пеплом, и нас не будет с тобой, Гарри. Мы не сможем помочь. Мы уснём. Ты будешь гол и одинок. Чёрты её лица заткутся из солнечных лучей, из ада и вечной тоски, братишка. Менёт десять тысяч лет. Ты у проката видеокассет, тёплое дыхание на лице, всё снова хорошо. Всё так хорошо. Не похоже, что всё будет хорошо. Твои веки на секунду вздрагивают. Когда ты снова закрываешь глаза, ты чувствуешь вокруг свет комнаты. Ты вернулся. Через пару секунд развенит будильник. Когда ты просыпаешься, в голове успевает мелькнуть последняя мысль. Может, не стоило смотреть на витраж в церкви? Так, погодите. Где-то пару минут. Я отчётливо думал, что это мы убили того чувака. Ну, то есть, когда наш мозг назвал нас убийцей, я на секунду подумал, того чувака застрелили, это мы могли его застрелить в порыве пьянки, а потом, поняв, что мы натворили, избавиться от пистолета, нажраться в усмерти, обнулиться к чертям. Но сейчас... Это было бы, конечно, страшно, но это хоть как-то сходилось бы по логике. Это делало бы нас убийцей. Но сейчас, после вот последней реплики, мне почему-то кажется... Может, наша жена не ушла от нас? Может, мы её убили? Вот она та страшная правда. Может, жена не ушла от него? Может, он её убил? Инструменты взаимодействовать. Зажим. Открыть тайник. Взять билеты. Открытку. Убейся нафиг. Слова просто возникли в твоей голове. Кому они предназначены? Сам ты как думаешь? Тебе. Закрыть отделение. Тайник. Материалы дела. Закрыть дела. Незакрываемое дело. Также известно, как Лесли и Бёрк. И непристойное поведение в общественном месте и порча имущества в нетрезвом состоянии. Это проклятое дело. Оно кочевало от одного доверчивого сотрудника к другому в течение 10 лет. 29 января. Незакрываемое дело оказалось у тебя. Почему ты взялся за него, остаётся неясным. Каждый полицейский и большая часть гражданского населения Джемрака знает, что его невозможно закрыть. Ты даже не вспоминал, что это за дело, когда расписывался за него. Так ты был пьян. Либо под наркотой. Лесли, когда она пьётся, всегда снимает штаны. Бёрк, когда она пьётся, всегда крушит всё вокруг. Так обстоят дела. Это заложено в их природе. А человеческую природу нельзя изменить. И запереть её тоже нельзя. Потому что за непристойное поведение и незначительную порчу имущества не полагается заключение под стражу. Лесли сможет перестать демонстрировать свои гениталии, а Бёрк крушит вещи только в одном случае, если они бросят пить. Учитывая, что им уже за 40 или за 50, по внешнему виду сложно понять. Это невозможно с медицинской точки зрения. Нельзя просто убрать их с улицы. Интересное предложение, но абсолютно бессмысленное. Что весёлого в том, чтобы оголять... Что весёлого в том, чтобы оголять или ломать вещи, находясь... Оголять гениталии или ломать вещи, находясь дома? Нет, Лесли и Бёрк тусуются на углу Мейн-стрит и Пертишин, чтобы быть в эпицентре событий. А себя с улицы ты можешь убрать? Продолжить. Ты перепробовал всё. Угрозы, штрафы, приводы в участок, домашние аресты, и в их собственных клоповниках арест в участке гипотерапию. Но даже... Ты даже отдал их на растерзание земель. Земель просто напоили их этанолом, что только усугубило ситуацию. Но жалобы продолжали поступать, как поступали предыдущие 10 лет. Из материалов ясно, что у тебя саталит офицеров жива и консультации Таха в работе были гораздо более важные дела. Ты находишь несколько ссылок на текущие расследования, которые приходилось бросать каждый раз, когда вы оказывались на Мейн-стрит. Потому что вот они, на углу Пертишин! И что же делает Лесли? Ведёт себя непристойно в общественном месте. Отлично, ты что-то усвоил. Если верить материалам, в этом и заключается всё дело в том, что Бёрк крушит всё. И в том, что оба они алкаши. Но с другой стороны, ты тоже алкаш. Дело становится значительно менее забавным в день, когда Бёрк решил заехать кулаком по твоему журналу. Он, вероятно, спутал его с имуществом, которое так любит портить. Однако, ирония заключается в том, что офицер тоже пьян. Гораздо пьянее Бёрка. Да и твои зрачки выглядели подозрительно. Ты лупишь его планшетом, пока он не теряет сознание. В процессе избиения журналу наносится ущерб. Затвор отделения для хранения промокаемых материалов заело. Ты оставляешь потерявшего сознание Бёрка в покое, пытаешься открыть отделение, но тщетно. Офицер заплакал. Докладывает Лесли, который теперь пытается помочь Бёрку. Он набросился на вас и на нас, кажется, он пытается убить Бёрка. В попытке убить Бёрка ты медленно приходишь в себя. Патриное отделение открыто. Ты открыл его околенную чашечку Бёрка. Хорошая новость заключается в том, что Бёрк больше не сможет ходить. Видимо, это дело все-таки закрываемое. Незакрываемое не сможет выбраться из своей квартиры. Он инвалид. Заботясь о Бёрке, Лесли забрасывает свою привычку непристойного оголения. Может быть, он сверкает своими гениталиями перед Бёрком? Кто знает. Важно, что на улице этих двух лкашей больше нет. Незакрываемое дело. Закрыто. Супер. Именно по этой причине ответственный офицер Е2 избежал внутреннего расследования. Конец. Хочешь прочесть еще одну? Квадратная пуля. А вот это очень любопытно. Во лбу жертвы было квадратное отверстие. Убитую нашли только через несколько недель после смерти. Все это время она сидела в кресле-качалке, уставившись в стену. С квадратной дырой в черепе и открытым ртом. Но. Это все. За полчаса, которые ты потратил на восстановление этого дела, ты узнал только то, что входное отверстие было квадратным. Ты так и не нашел пули. А потом обнаружили еще одно тело, также с квадратной дыркой во лбу. Серийный убийца? Кто знает. Записи нет. Что дальше? Интересно. Диван в неожиданном месте. Все еще есть вероятность, что ты однажды поймаешь преступника с квадратным пистолетом. Так, диван. Какие-то мудаки вынесли диван из дома, чтобы потусить. Посреди улицы, на крыше, на холме, возле шоссе. Ну, ты понимаешь, в неожиданных местах. Они были молодые и уверены, что это выглядит круто. Выглядели как мудаки. Действительно выглядели круто. Так, как мудаки. Невыносимые скоты. Молодежь это зло. В общем, ты принял жалобу по поводу этой тахты или диваны, неважно. Они таскали этот диван по всяким неожиданным экстравагантным местам. Там они фотографировались, усевшись на него и курили сигареты. И пили кофе, потому что считали это признаком интеллекта. Окурки, кофейные чашки, идиотские диваны. Тебе пришлось это убирать, и ты с этим справился. Так что поздравляю. Дело закрыто. Я поймал этих парней? Нет. У тебя не было на это времени. В заметку указано, что ты был занят настоящей... Блин, работой! Никогда бегать за диванными мудаками. У тебя есть настоящая работа. Что дальше? Убийство в кальянной. Убийство барабанная дробь в кальянной. Этим делом изначально занимался офицер по имени Джозеф Миллс. Он погиб. Но это совершенно не связано с убийством в кальянной. Погоди, как это случилось? Его до смерти забили головорезы из виллолобуса, когда он и его напарник, Ж.М., указанный только инициал, явились по вызову. Это грустная история, и в твоем деле практически ничего об этом нет. Заканчивать тянуть резину и займись убийством в кальянной. Понятно. Займемся убийством. Джозеф Миллс никак не мог раскрыть это дело. Занимался им в одиночестве. Говорил, что это настоящая головоломка. Просто мозгодробительная. Мучился с ним не меньше месяца. Ну, и у капитана лопнул терпение. Сри или слезь с горшка? Миллс. Мудрая фраза. Миллс с горшка не слез. Сидел на нем еще пару недель, ломая голову, прорабатывая самые невероятные версии. Но раскрыть убийство в кальяне все равно не мог. Дело трудное, говорил. Самое трудное в его карьере. Был хорошим копом? Нет. Он был ужасен. И чувство юмора у него было ужасное. Самые не смешные шутки ты слышал от него. Очень неприятный тип. Но! Все же он занимался этим делом уже несколько месяцев. Говорил, что это его последнее дело. Что оно нераскрываемое. Что убийца растворился в воздухе. Он только и говорил, что об этой чертовой кальяне. Продолжай. Итак, дело было передано тебе, потому что Милс так ничего и не добился. Расклад следующий. Молодой человек найден мертвым в кальяне. Ну, ты знаешь, заведение, куда ходят день напролет дышать дымом ароматной жвачки. Кайф от этого. Можно словить? Нет. Это просто уголь и водяной пар. Никакого эффекта. Вот здорово. Да, просто отстой. Короче, молодой человек лет 20 с чем-то найден с раскроенным черепом прямо на полу кальяна и стрит бела дня. Рядом никого. Он был единственным клиентом в тот день. Состояние здоровья идеальное. По профессии какой-то кинопродюсер. Никто больше не входил и не выходил. Он посасывал свой арбузный кальян все утро и весь день. Как обычно. Он был постоянным клиентом. Никаких звонков. Ничего. Просто курил кальян до 15.45. А потом раз, и он на полу с проломленным черепом. Кругом кровища. Что случилось? Как это возможно? Милс понятия не имел. Убийца-невидимка. Сорвавшаяся киносделка. Убийца-администраторша. Но пазл не складывался. Мистика. Просто взял и упал замертво. Так что ты отправился в кальянную. Вокруг стола, подушки. Сам стол низкий, тяжелый, с острыми краями. Накурился, встал, потерял сознание. Ударился об стол и умер. Вот видишь. Ты даже по записям смог раскрыть это дело. Да, так и было. Оказывается, от кальяна все же есть какой-то эффект. Он ограничивается поступлением кислорода. Ограничивает поступление кислорода в мозге. Ты не замечаешь этого до тех пор, пока не встаешь, чтобы сходить в туалет. И что он делал там целых шесть часов? Курил, кальян. Ты забыл? Не знаю. Может пытался придумать новый сценарий для фильма. Как бы там ни было. Это было убийство в кальяне. Джозеф Миллс был плохим детективом. Весь разбор занял где-то 30 минут. Дальше. Все. Отлично. Просто пошли, почитали интересные истории, получили опыт. Я доволен как слон. А, после такой ночи нужно было немножечко развеяться. Итак. 10 утра, между прочим. В церковь, наверное, сейчас. Это раскрыть тайну Экамона. Черт побери, меня так это бесит. Привет, чувак. Доброе утро. Да, да, все отлично. Так, я так понимаю... А! А мы сможем вообще еще с тобой о чем-то поговорить? Я смотрю, вы все еще не покинули наш маленький Мартинез. Все крутится здесь. Зачем? Замечательно. А какой-нибудь правоохранительный вездеход? Я начинаю по-новому смотреть на это место, знаешь ли. Ясно. Но только не переусердствую. Это место не подходит для того, чтобы здесь осесть. Итак, что у тебя на уме? Ничего. Спасибо. Да, наверное, нам сейчас в сторону церкви. И... Да, нам есть чем заняться. Нам нужно поговорить еще будет с водителями и всякое такое. Но сейчас, я думаю, что нужно бы двигать в сторону церкви, потому что у нас очень многое на ней замешано. Единственное, что я же говорю, что меня смущает, это вот эта тайна Эйкамона. Я не хочу ее разгадывать. Чувак, отбитый на всю голову. Ладно, ребят, давайте тогда на этом серии заканчивать. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok